привет мои дорогие друзья с вами лена из нидерландов в этом видео я расскажу вам о том как прошла моя 12 неделя похудения на 20 килограмм в течение года год похудения у меня заканчивается 16 августа 2024 года уже прошел август сентябрь октябрь сейчас у нас ноябрь прошло три месяца у меня еще осталось некоторые я выбрала похудение в течение года потому что я знаю что у меня будут взлеты и падения я хочу в течение года не сколько похудеть сколько приучить себя вести здоровый образ жизни научиться правильно питаться научиться правильно отдыхать привести в порядок мой режим сна и отдыха а также приучить себя к регулярным тренировкам и все это я считаю в течение года возможно сделать похудеть на 20 килограмм можно и в течение нескольких месяцев это не проблема но выработать привычки правильные которые помогут мне и в будущем не набирать вес это я считаю намного важнее чем быстрый сброс килограмм 16 августа у меня уже было несколько взлетов и падений за 12 недель неделя с 30 октября по 5 ноября сегодня это моя 12 неделя как же прошла это 12 прошла она очень-очень удачно в целом сразу беру быка за рога и говорю вам об изменениях веса на прошлой неделе я сказала вам что мой вес был 75 и 8 а сегодня утром у меня было на весах 73 и 1 итого 2 килограмма и 700 грамм у меня минус за эту неделю достаточно большой отвес и получился он благодаря тому что у меня был привес предыдущие разы потому что я питалась неправильно а сейчас я стала питаться правильно стала вести четко дневник питания в приложении 5 все это неделя я выкладывала свои отчеты в сообществе канала взор проект феникс так что кому интересно как пришла эта неделя день за днем можете посмотреть в разделе сообщества ты тоже хочу сказать это это неделю у меня случился сдвиг вперед сдвиг в сторону кето питания с 15 ноября у меня начинается обучение на нутрициолога ирина никашина у которой я собираюсь учиться она говорит что входить в кето нельзя сразу надо готовить организм подготовка кето моя подготовка заключается в том что я две недели питаюсь без сахара без мучного ну и для себя я решила питаться без сахара заменителя чтобы отучить себя от сладкого вкуса жиров у меня должно быть где-то около 70 процентов белков около 20 процентов и углеводов около 10 процентов сейчас расскажу вам еще некоторые добавочки которые принимаем помимо мультивитаминов и омеги-3 я пробую на себе добавку ашваганда это добавка которая повышает настроение я не знаю пока что разницы я не заметила я буду ашваганду пить до конца и когда она закончится наверное покупать снова ее не буду потому что разницы в моем настроении особо я не заметила но чтобы быть уже вообще честно хочу вам сказать что настроение у меня стабильно хорошая всю эту неделю было так что может быть она что-то и делает а я не замечу дополнительные добавки которые готовят организм кето это калий по одной капсуле калия пью с утра и я пью еще эль карнитин эль карнитин доставляет жир клеточке я все равно питаюсь в сторону более жирной пищи и таким образом я даю немножко подспорь и своему организму ему легче переносите этот жир в клетке мои клетки готовятся перерабатывать жир в качестве топлива вместо углеводов время подготовки кето я выполнила также план по своим тренировкам я сходила на этот неделе два раза на мои силовые тренировки и четыре раза на зумбу включая сегодняшний день получила море удовольствие такие итоги мои 12 кто еще раз думает стоит ли заниматься своим телом стоит ли начать худеть начинайте лучше поздно чем никогда но лучше начинать прямо сейчас не дожидаться какого-то дня понедельника вторника четверга лучше вот пока сейчас хочется сразу и начинать приводить себя в порядок и лучше дать себе достаточно длительное количество времени чтобы приучить свой организм здоровому образу жизни постепенно маленькими шажочками можно прийти в цели и сделать себя красотку если такой подход вам нравится подписывайтесь на канал ставьте мне лайки пишите комментарии что вы об этом думаете и встретимся в следующем видео